Приветствую вас! Давайте начнём мы с вами, наверное, с того, что скажем. Девушке в любом случае не могло быть приятно с вами общаться. То есть, она могла, конечно, взаимодействовать с вами, она могла, конечно, общаться, она могла, конечно, значит, как это говорится, строить хорошую мину при... плохой игре, вот, это, в общем-то, вполне возможно, но это никак не отменяет того факта, что ей может быть очень неприятно вся эта ситуация, и что обиды могут... могли вспыхнуть какие-то старые, которые, как она думала, уже, в общем, она забыла, вот, и так далее. То есть, тут, конечно, история, вот, она скорее про это, про внутренний какой-то конфликт, про внутренние какие-то противоречия, про внутренние какие-то проблемы, про неуверенность в собственных силах, вот, про сомнения в себе, ну, то есть, в общем, в общем, в общем, в общем, в общем, это вот всё про это на самом деле. Вот, и понятно, что хорошего в этом ничего нет, понятно, что ничего не может быть в этом хорошего, вот, но тем не менее. Тем не менее, это первое. Второе, второе, что хочется вам сказать, это то, что вы, ну вот, сами по какой-то для меня не совсем понятной причине, считаете, что унизитесь перед ней, если напишите, ну, напишите что-то. То есть, понятно, да, что вы считаете это унижением. То, что вы, вот, напишите, можете написать ей ещё. То есть, я, конечно, понимаю вас, я понимаю ваши чувства, я понимаю, что вам это действительно может быть неприятно. вот, то, что происходит, например. Но, пожалуй, было бы правильно, если бы вы определились с тем, что вам нужно. То есть, если вы хотите, допустим, с ней поговорить, если вы хотите с ней пообщаться, если вы хотите просто наладить контакт, если у вас нет какой-то, какой-то вот цели, как вы говорите, развести её на секс, то, возможно, возможно, стоит здесь проявить больше терпеливости, больше такта, больше понимания к её возможным чувствам, вот, и не торопиться с выводом, как минимум. Как минимум, не торопиться с выводом. То есть, что это значит? Это значит, что не торопиться думать, что она вас обвиняет, или что она вам мстит, вот. То есть, это возможно, это возможно, но с другой стороны, кто знает, что она хочет, может быть, она хотела бы, чтобы вы ей, например, позвонили уже, понимаете? Вот, поэтому решать вам, если вы хотите, действительно хотите с ней взаимодействовать, вот, то нужно, ну, я бы рекомендовал вам немножко подождать, вот, а потом ей позвонить. Вот, попробовать позвонить, и, значит, в телефонном разговоре уже выяснить всё, как бы, что, вот, вы хотите. Да, то есть, всё, что вас так и так, или иначе волнует. Если она, например, трубку не возьмёт, да, то, соответственно, это уже будет её выбор, и взаимодействовать с ней, наверное, больше не стоит. С другой стороны, вы, значит, видите, вы сразу написали ей, что это некрасиво. То есть, сразу, значит, переместились в роль преследователя. Такого. Типа, вот, что она не красиво себя ведёт вообще, типа, что она не права, и так далее. Здесь роль преследователя вас не красит. Соответственно, про роль преследователя и так далее, про это всё вы можете подробно почитать в интернете. Ну, именно про роль преследователя, вот, про то, что это значит, и про то, откуда берётся эта позиция. То есть, я не знаю, насколько вам это может быть неприятно, да, но преследователь, он не чувствует себя в безопасности. Вот, у него есть проблемы с терпением, у него есть проблемы с личными границами, вот, и он не чувствует себя значимым. То есть, вот, то, что вы, вот, ну, для себя эту роль открыли, да, ну, именно роль преследователя. Хотя девушка, она вам, ну, по сути, как бы ничего не должна, да, вот. Она не должна вам отвечать, она не должна, там, быть с вами приветливой, ну, например, да, вот и так далее. Вы всё равно, как бы, почувствовали себя униженным. Это, конечно, это, конечно, негатив, это, конечно, тревожный знак именно в вашу сторону, именно, как бы, свидетельствует о наличии, скорее у вас, определённых проблем, нежели чем о проблеме у девушки. Вот. Вот так, вот так можно вам ответить на ваш вопрос, да, который выдаётся насчёт, так. Стоит ли мне унижаться? Вот это спрашиваете вы. Меня, конечно, интересует, значит, что именно вы подразумеваете под этим словом, да? То есть, что вы понимаете под унижением? Унижение для вас это что такое? Если вы считаете, что от вас требуются действия, которые принизят как-то вас, то делать этого, конечно, не стоит. Ну, потому что, а зачем, да? Для чего? Если вы так сделаете, а девушка, например, не оценит вас, ну, не оценит то, что вы сделали, да? У вас, соответственно, будут какие-то ожидания от этого, да? Вот. Ну, от того, что вы, вот, от того, что вы делаете, у вас будут ожидания какие-то. И по итогу хорошего ничего не будет. Вот. Поэтому, поэтому, естественно, естественно, я думаю, что не стоит вам что-либо делать, если вы чего-то ждёте. То есть, если вы, грубо говоря, делаете что-то для себя. Вот. Потому что, если вы делаете для девушки, да? То есть, если вы хотите просто, ну, с ней, там, например, поговорить, да, пообщаться для неё. Потому что всё равно чувствуется, может быть, что, ну, что она вам не чужая, что, как бы, может, поступили с ней не очень хорошо, да? Ну, то есть, не чувствую вины, да, а именно вот такая какая-то вот потребность именно, ну, пообщаться, показать, что вы, как бы, не такой, да, и так далее. Вот. Если такой аспект, то, как бы, это всё очень здорово, и я думаю, что можно, никакого унижения в этом нет. А если вы именно, вот, чувствуете, что, вот, то, что, то, что вам нужно сделать, или если вы чувствуете, что то, что вы делаете, это прям унижает вас, то, что вы ожидаете другого отношения, вот, то в этом случае, конечно, лучше будет, если вы с ней расстанетесь, да, то есть перестанете общаться, вот, и оставите её в покое. Вот. Если она захочет, она вам, в принципе, сама первая напишет. Вот. Вот. Но в таком случае, опять же, стоит спросить себя, нужны ли вам такого рода отношения. Как, когда вы чего-то ждёте от человека, когда, когда вы чего-то ожидаете от человека, насколько это будет, насколько это будут качественные отношения. Вопрос. Вопрос. Что касается мести, что касается мести, то вот здесь, конечно, есть определённые трудности. Потому что, понимаете, ответить на вопрос мести, ли она вам нельзя. То есть это может быть, может быть выявлено только если будет больше известно о самой девушке. Такая она. Да. Вот. Ну вот вы говорите, что вы не общались, да. Ну, как я понял, 11 лет вы не общались. И, естественно, вы не знаете, какой она стала. Вот. Потому что за 11 лет человек мог поменяться очень сильно. Вот. Поэтому здесь нужно смотреть более детально на её психологический портрет. Вот. Значит, что касается её статуса, который она написала, то очевидно, что, ну вот если судить по статусу, то у неё есть к вам лечение, у неё есть к вам желание. Скорее всего, ну, как правило, это именно незавершённость. Это именно незавершённость, а, ну, отношений незавершённых. То есть она не завершила с вами отношения. Вот. И сейчас она, возможно, ну, хочет этого. Да? То есть хочет завершить отношения с вами. Вот. Но, боится, например, например, боится. Например, опасается. Вот. Например, боится, что вы опять её, например, бросите там или что-то ещё. Вот. Ну, понимаете? Какая история. Вот так. Вот так. Вот так. Это то, что, собственно, вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаёт. Вот. На этом всё. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. А желаю вам всего самого доброго, удачи и честности. По отношению к себе и к другим. Ну, под fellas, посмотри на этой книге, если вы pró зас RD6 и у кого外-то кого-то здесь не можете посещать с presque зазпачку, кстати. И чтобы не было показаться, накач Нет. tests зак захотач abb�.